друзья привет сегодня покажу очень интересный автомобиль это некий кар не минивэн и уж тем более не хэтчбэк ну не совсем хэтчбэк так скажем но это какая-то адская смесь в общем не седан и не лада но баклажан suzuki solio bandit 2016 год mild hybrid встречать итак друзья это не первая соль на нашем канале прошло у нас была обычная сегодня в комплектации bandit это более спортивная версия мы разберемся стоит ли вообще переплачивать за такую комплектацию стоит ли вообще переплачивать за гибридную версию и что же такое mild hybrid давайте начнем начнем как всегда с внешки друзья это у нас третье поколение solio 16 год комплектация bandit спортивная версия это вообще самая желанная версия самая желанная комплектация вот этой коробчонки то есть машина стала более агрессивной заниженной обвесики у нее везде диодики линзы но по внешности вопросов нет вы просто посмотрите на вот эти вот все порожки хромированные оригинальные suzuki диски да на хроме вот эти вот повторители тем не менее стандартные черты соли вода это вот коробчонка от лягушонки то есть сохранены до нее не сделали более вытянутой какой то есть это реально фургон в котором можно переводить пони вот но комплектация bandit была бы она белая крыша бы осталась черной у нас сегодня вот таком красивом баклажановом цвете белые стопари у нас также подчеркивает то что машинка непростая во всех концернах будь то honda да пускай это будет степа гон спада тоже который имеет белые стопари даже в рк кузовах suzuki тоже делают белые короче говоря машине простая комплектация гоночная спортивная вот вам белые стопари я видал даже не тот toyota ноах 98 года с белыми стопорями которые там тоже супер так закупите в спорт какой-то 98 год белые стопари блин фиг найдешь такие обратите внимание друзья на вот эту лейбочку гибрид она посмотрите как крупно написано на самом деле есть две гибридные версии suzuki solio и сейчас мы разберемся кто из них кто и вообще в чем разница к 12c назвать с мотор во всех версиях соли он стоит имеет 91 лошадиную силу и объем у него литр 200 то есть 1 и 2 литра вот вам и ответ почему же то у нас некий карта литр 200 выдали кей караки карами у нас признано автомобилю до литра объем двигателя поэтому литр 200 друзья автомобиль уже серьезный поэтому не надо нет наговаривать на suzuki на бандитскую во всех версиях есть передний и полный привод пятнадцатом году делали первый раз вот такую версию назвали ее mail гибрид то есть у нас нет отдельного большого электромотора у нас есть так называемый мотор генератор который имеет мощность 2 и 3 киловатта 2 300 да и у него нет прямой связи с колесами то есть он никак не может влиять на там ускорение автомобиля и так далее он только добавляет немножко энергии да она передает крутящего момента на вал двигателя при том что заряжается он также не от двигателя у нас а при торможении от колес то есть вы тормозите у вас заряжается батарейка и когда вам надо ускориться у вас энергия с этой батарейки передается на генератор который подкручивает вал двигателя поле но типа хондовского и мы а короче говоря mail гибрид легкий гибрид так называемый suzuki и штатном году появилась еще одна версия уже по и получила 10 киловаттный полноценный электромотор примерно как у honda freed похоже технологии на самом деле это уже параллельный гибрид то есть машина которая может ехать действительно как на батарейках так и на электромоторе это стал прорывом но такая версия у нас идет только на переднем приводе полноприводные либо mail гибрид либо вообще не гибрид друзья кстати говоря интересный факт вычитал что параллельные гибриды по японии освобождаются от уплаты транспортного налога поняли так за экологию ребят переживают а у нас налог на ростка находимся в салоне suzuki solio бандит вы посмотрите какая красота у нас основная панель текстурирована под вот такие вот сопи пчелиная у нас есть кожаный руль прям настоящий да с прошивкой то есть такой серьезный прям ну вот за который приятно держаться у нас приятно нажимающиеся кнопочки на нем в какой машине я вот щелкал мне прям не нравилось по моему nissan days это букву то грубо в общем здесь все классно все мягенько и прямо чувствуется что это прям в топовая комплектация у меня есть единственный подлокотник черный салон я бы добавил сюда черного потолка конечно еще немножечко и вот эти стойки сделано это все для чего чтобы простора у вас было визуально больше по опциям да что у вас есть две электро двери в бандите в обычной солью а не во всех комплектациях двери у нас электроприводом обычно левая у нас открывается электрические правая у нас ручками пожалуйста да вот да и принципе все друзья а чего еще хотели то есть это такой класс сегмент у нас нету у нас больше ничего нет у нас больше еще это у нас стандартный климат-контроль у нас очень приятная отделка вообще вся возьмите вот этот селектор до который на стандартный кстати говоря во всех версиях кроме последние гибридные до 10 киловаттный у вас идет вариатор обычный безступенчатый последние уже поставили робот на как хонах друзья немаловажная вещь для тех людей которые выбирают соль его из-за того что она компактненько у нас есть камеры кругового обзора не только задние да и левая а полностью по кругу вы можете осматриваться парковаться в узеньких местах поэтому для девочек для ну вообще всех кого небольшой опыт вождения автомобиля штука очень классная можно брать ребят по всему остальному очень много классных мелочей которые ну прям прям вызывают улыбку и прям благодарность да вот такой кармашек куда можно сложить документом к примеру или монетки денежки у меня есть кнопочка подогрева сидения сегодня одна извини очень быстро разбирают на самом деле на пассажирской сидушки стоит заглушка то есть был бы у нас бандит чуть чуть еще пожирнее вы бы получили наверняка и второй подлокотник да и второй подогрев до того как мы пойдем назад я вам покажу одну вещь с которой я просто офигел когда дел прошлый обзор на обычную солью и так готовы ждите маленькие технические неполадки то еще так просто сужить тогда ведро друзья это ведро которое спрятано под сидушкой поэтому в этой машине вам не страшно ничего на самом деле прошлый раз меня в комментариях сразу же значит написано что сам ты ведро это корзинка для похода в супермаркете в супермаркете же нету корзинок правильно в общем друзья я остаюсь при своем мнении это ведро я имею ввиду про то ведро которое под сидушкой да они в принципе что у нас по заду все в порядке смотрите отодвинуто максимально комфортно для водителя сиденья назад и у меня место вот такая гора сверху мне можно еще на колени посадить длинного комнате типа не надо никого не сажать на колени но я вам просто чтобы понять да что место куча вот то есть пожалуйста развалились опять же подлокотники сзади их два на этот раз при том что машина у нас рассчитана здесь на троих это некий карман еще раз ребята 1 и 2 литра так что все серьезно вот такие классные что лики что лики с подстаканниками которые выдвигаются можно ну реально то есть но они прям не болтаться можно положить ноутбук можно положить пищу вот хоп и у вас чилл позиция уже выйдет ну реально вот снаружи она выглядит малышкой какой-то до коробченкой в салоне здесь место как в боксе то есть прям реально до переднего сиденья надо идти тут шага 3 надо сделать при том что это тоже немаловажно особенно реально ходить хоп вы уже за рулем надоело за рулем нейтралку поставили пока с горки машина катится встали пошли назад дверь открыли вышли сейчас я покажу вам вообще самое интересное как у нас трансформирует салон и вы просто поймете что эта машина с безграничными возможности обращаю внимание друзья у нас точечками японцы для нас пометили где нужно нажимать на кнопочку чтобы не дергать за середину вот так смотрите у нас тут сумки но это не важно вот таким нажатием на кнопку вы можете сложить во первых сидушки спать ней не получится но зато можно возить не говорить рассаду как вы уже поняли прекрасно посмотрите вот сюда сюда можно реально почему-то не знаю они не кладут запаски сюда стандарт идет у нас ремкомплект но сюда можно реально поставить блин ну коня я не знаю коня посадить сюда можно и он головой не будет доставать до потолка вот друзья можно подвинуть еще их вперед при том что это делается нажатием одной кнопки она у вас и ездит и двигается в общем в общем классно то есть спать у вас не получится дней ну во всяком случае комфортно да так починить конечно можно полежать но нафига непонятно но зато у вас есть возможность реально грузить сюда стол там тумбы какие-то шкафы коня да на крайняк и не забываем про вот эту гигантскую дырку в багажнике просто можно картошку сыпать без мешка тогда смотрите у нас есть вот такая клипс очка для ремня чтоб не болтался видимо колоночки да для задних пассажиров на заднем крылья не в деревне остается и дополнительный прикуриватель надувайте матрас надувайте лодку пожалуйста вытащили ее воткнули здесь у нас свет в общем все компактненько простенько но блин классно очень стильно в общем если вы купили соли о бандит и думаете что вы бандит вы не бандит пока у вас вот так как только сразу бандит пони это мудрость от сергея сергеевича так вот друзья а ну пожалуйста конечно я думаю чё горит восклицательный знак желтый думаю блин сломалась тачка наверно не будем это записывать пристегнулся все прошло какие-то она прямо переживает за нас то есть мало того что значок с ремнем горит так еще и пожалуйста стать на знак я зажгу вот по ходовым качествам что я могу сказать мальд гибрид едет это вы ждете от меня не да нифига разница особо я не чувствую поэтому технологии до экономия может быть для 1 и 2 неплохо для 1 2 неплохо но конечно 2 и 3 киловатта слабовато для гибрида потому что толку от него на практически никакого ну старт-стоп экономики вот 10 киловаттная наверное было бы уже пободрее очень интересно однажды привезем обязательно с ней по всему остальному чувствуется конечно что высокий у нас очень потолок поэтому я думаю на большой скорости вы столкнетесь с сопротивлением ветра нормальный хэтчбэк по управляемости отзывчивая все классинка чётенько кто по ценам на вот этих малышек самая бюджетная самая бюджетная соль его это у нас не гибрид 1 и 2 литра до 15 16 год ну от 530-550 тысяч можно взять с небольшим пробегом но я между с не заоблачным да это будет за сотню но где-то там тысяч 100 120 можно взять хорошей версии полный привод сразу плюс 50 тысяч добавляйте хотите гибридную добавляйте еще плюс 50 тысяч рублей поэтому от 600 650 вы можете рассчитывать на обычные соль это не бандит да но уже с майлд гибрид технологиями вот если вы хотите бандита то блин но от 800 тысяч ребята цены на них просто скачет потому что весь мир гоняется именно за вот этими малышками за комплектации бандит чтобы она была на весе как со спойлером со всем электропакетом всеми опциями кнопочками и конечно же версия полноценного параллельного гибрида с 10 киловаттами стартует от миллион пятьдесят это все что я нашел статистике это самый дешевый вариант за бандит конечно же она будет подороже в общем что еще можно взять в подобный бюджет подобного класса ну и чем того что подобного класса автомобиль вообще не встречал да то есть это реально уникальный автомобиль и коробчонка и уже некий кар и еще не минивэн до добавить третий ряд сидений получится минивэнчик но на суще она реально большая напоминать немножко дайхат сутанта но там 0 7 литров да есть turbo и по-моему она у нас идет с тремя рядами короче говоря это не то это не то здесь 12 полноценный мотор большой машина реально едет относительно да мы понимаем поэтому аналогов у нее нету в этот бюджет я бы рассмотрел фита если вы выбираете автомобиль до небольшой для города если относим к хэтчбеком fit aqua тоже есть очень интересные версии у фитов есть тоже комплектации и rs excel которые там идут и в обвесе как и на линзах в общем для тех кто выбирает машины по визуалу тоже посмотрите на honda я думаю что вообще suzuki honda они как-то есть какой-то сговор между ними потому что технологии в чем-то очень похоже друзья в общем смотрите наши обзоры очень много автомобилей мы уже отсняли я думаю что вы найдете машину которая соответствует требованиям вашего сердечка подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до новых встреч тут кажется на бандит обзор нас враги 38 смел с пути компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания